Итак, дорогие друзья, переходим к массажу нашего живота, он же вестеральный массаж, он же массаж ЖКТ желудочно-кишечного тракта, он же массаж брюшины, ну тут вообще это целая отдельная программа, есть целые институты, которые только через массаж живота речат и установят все проблемы человека, потому что это вот некоторая основа, это та химическая лаборатория, где варится и готовится очень много, то, что потом влияет на человека и гормоны тут ведут, да, и всевозможные эндорфины, адреналины из надпочечников выделяются, которые влияют и на щиколотку, и на кровь, и на положение сахара в организме, ну вообще на все, на все, на все. Поэтому углубляться я как бы в теорию не буду, это целый вестеральный массаж, целая практика, просто хочу предупредить, что для этого нужно будет посетить отдельный тренинг. А сейчас в нашем общем-то комплексном массаже, да, мы делаем такую профилактику, достаточно поверхностную, чтобы не навредить человеку, не погружаясь глубоко в некоторые органы. Для этого смазали все это масло, да, разделили пациента на две части полотенцем, которые вот в верхней части, и видите, я ее поджал, полотенце вот для того, чтобы открыть нам вот эти косточки, гребень подвздошной кости, и не запачкать белье, да, пациента. Лучку слушай нашу, просто не пачкается. Значит, смотрите, начинаем с того, что подреберье, из подреберья проверяем человека на его чувствительность, как бы, начинаем с ним договариваться, так вот, мягкими, обращающими движениями, под ребрышки чуть-чуть залазят, да, вот туда. Проверяем, ну, там, каких-нибудь, ну, там, болезненных ощущений, да, припухлостей, ну, все было нормально, да. Также вот этот круг заканчивается с этой стороны, там, где у нас косточки подвздошные, да. Как видите, получается, как будто бы нарисован круг, ограниченный над этим костями. Как можно проверить человека, вот если так вот установим пальцы, ну, или вот так вот, да, на ребра, и видим здесь прямой угол, то, ну, это просто проверка конституции человека, да, то он нормальный, он средний конституции человек, такие люди, как правило, обычные на полности, не трусы, не худые, все, все в порядке у них. Если у них угол узкий, да, вот такой получается, то, как правило, это, ну, такой дистрофичный тип, аналексичный, да, они, как правило, худые, особенно у девушек это будет чаще заметно. А если угол тупой, получается, вот здесь, да, я просто показываю, где ребра соединяются, либо узкий, либо прямой, чаще всего у людей прямой угол, да, либо широкий совсем вот такой, то есть ребра расширенные. Это, как бы, ну, там, на Восточном он называется, кальпа, да, это тип, это тип людей таких грузных, тучных, толстых, или, знаете, спортсменов, или бывших спортсменов, которые, там, лыжники, горнолыжники, там, много работали, да, много дышали, или бегуны, у них, говорят, это расширено, у них расширяются при этом ребра, и потом, когда они часто выходят от пенсии, они быстро полнеют, у них образуется такой живот у этих людей. Ну, это просто, как бы, такая быстренькая проверка, да. Далее, мы быстренько согреваем живот вдоль вот этих хосточек, вдоль бочков с обеих сторон. Но, как видите, моё движение идёт по часовой стрелке, да, то есть я согреваю, прохожусь по часовой стрелке. Приёмов очень много, я даже сейчас не знаю, на каких-то некогда останавливаться. Есть, вот смотрите, чтобы мягко войти в глубь живота, да, как бы вот, на два пальца от клубка делаем круг, ну, вот, в любую сторону, да, подложили от клубка два пальца. Желательно, это должны быть, конечно, пальцы пациента, да, но если я уже заметил, что примерно наша толщина пальцев похожа, да, я могу свои пальцы использовать, да, вот, пальцы пациента отмерили. И примерно, визуально рисуем вот такой вот круг, да, вокруг клубка. Делим его на 8 частей, или на 12 частей по часовой стрелке, да, как бы. И начинаем вот так вот мягко, по этому контуру, вот эти вот части, раз, два, стрелка на 2-х часах, да, стрелка на 3-х часах. Проходите, договариваться, вот это уже такое ещё сокнуло, да, или булькнуло. Да, вот видите, что-то уже начинает подводить, начинаем потихонечку договариваться с животом, да, проходя вот этот контур. Я это делаю быстро, именно в демонстрационных целях, а вы можете немножко и подольше. Второй круг у нас, вот смотрите, третий круг будет, как бы, по костяшкам, вот эти вот эти, да, вот это моё место, как бы, третье, третье кольцо московское, это садовое кольцо, это вот третье транспортное кольцо, а это мкат у нас уже будет, да, вот, поэтому ровно посередине между ними находим, ну, визуально, визуально, так вот видим просто, да, вот эти вот третий транспортное кольцо, так же начинаем отсюда. Все движения начинаем с цифры 12, условно говоря, да, вот так вот, с цифр 2 расположен, по часовой стрелке, вот 12, начинаем проходить вот эти вот часы, 2 часа, 3 часа, на 4 часа, 5 часа, 6 часов, 7 часов, 8, 9, 10, 11, 12, ну, и так определили, где есть напряжение, вот здесь напряжение, здесь. Дальше опять проходим по вот этому кругу, раз, два, три, четыре, дальше, дальше проходим, да, и замыкаем легкие поглаживания, опять же, по часовой стрелке. Так же можем включить вибрацию, когда мы вот так вот вибрируем, да, и проходимся по всему животу. Ручкой, то есть наша рука, она достаточно пластичная, особенно у девушки это получается, попробуем. Вот так вот, раз, раз, вот видите, мягко вот так вот нажимаем. Да, кстати, это можно применять и в самомассаже для самих себя, но об этом просто, у меня есть отдельный видеоролик в моем курсе ЛСССР, влечную спину сами себе руками, там это вы видите. А сейчас мы делаем пациентом, да, вот это движение идет снизу, то есть там прямо на мочевый пузырь, там идет лобковая косточка, заканчивается, да, прямо вот близко-близко к ним. И немножко это движение вверх, вверх так вот, в гусенички так вот, проползаем вверх. Мышцы вот эти вот, да, где пресс у нас держится, да, мы их тоже вот берем, и такими вот круговыми движениями прорабатываем снизу вверх, снизу вверх. Вот это движение идет именно снизу вверх. Если мы работаем с лимфой, то все-таки вот надо вот туда, вот туда уводить, сюда сверху тоже вот туда, вот. похоже на, как и вообще говоря. Так, теперь вибрацию делаем двумя руками, да. Видите, они идут синхронно, циркулируют друг за другом по вот этому внешнему кругу, условно называемому мкад, да. Даже, даже дальше в замкаде, уходя в замкаде, вот сюда. Особенно это важно уходить с правой стороны, а это левая, с левой стороны организма, да. Почему мы так идем? Потому что у нас перестальция к кишечника так направлена. Вот этот аппендицит, да, от него идет такая вот толстая кишечник, немножко повисает, вот сюда идет, вот сюда, и спускается вот сюда, и уходит вот туда, к нашему анальному отверстию, да. И, как правило, вот эти вот массы, которые отработаны нашему организму, уже ненужные, и те же самые вот шлаки, там накапливаются, которые с лимфой, да, мы гоним вверх, и я вам говорю, что второй этаж сброса лимфы, это идет в эту, в этот толстый кишечник. Поэтому там иногда образуется излишнее количество слизи, каловых камней, иногда у взрослого человека до 6, а то и до 8 килограмм может там вот это все накапливаться. И мы помогаем ему от этого избавиться. Не специально делаем ради того, чтобы человек в туалет выбежал, да, а просто проверяем, если там нет какие-то блоки, там, жесткости, да, то, как правило, это такие колиты могут быть, да, какие-то вот икольчики, тут не больно? Нет. Нет, нормально, да? Проверяем поглубже, простукиваем эту зону. Чтобы стул был мягче, да, я, видите, сделал подушечку из своих рук, а из другой руки сделал клюв такой, и вот этим клювом я стучу. Понимаете? Да, хотя вот до туда. Опять же, вот берем руки, да, и вот так вот, вот этим мягким движением мы как бы пытаемся углубиться поглубже и немножко поджать. То есть, эту сторону вверх, да, эту сторону чуть выше. С одной стороны, ну, у людей часто бывает опущенные волдыны, там их много, да, поэтому мы так немножко стимулируем, вверх немножко так вот подняться, мягко, вот уже чувствуете, как в процессе пошли, на эту тонкую кишечную. Вот здесь вот пошли, да? Угу. Так, вот какие-то пузырки пошли, здесь тоже, здесь. Так же можно потянуть за верхнюю диафрагму. Оставляю немножко, да, мягкими движениями. И постимулировать нижнюю диафрагму. Вот здесь вот она крепится. Только смотрите в том, в чем дело. Будьте осторожны, если тут косточки, да, давить на косточку достаточно болезненно, да? Поэтому как бы делаете валик из кожи, да, и уже под косточку залазите учили этот валик. Видите, когда вы нагнал материал, да, и туда потом под косточку залазили. Не напрягайся. Вот так вот мягче, да? Да. И так же и с ребрами, да, чтобы не давили прямо в ребра. А немножко вот отсюда материал взяли, да, и кожу на складку вот сюда. Вот так вот мягче, да? Вот. Вообще у грузных людей таких толстых, да, у них может прям кулака, прям кулаками отберете и заходите. Это мягко. Все движения должны быть очень мягкие. Мягко. Вы оттягиваете. Внутренние органы, внутренние органы, они такие хитрые, они такие плавающие, они убегают от вашего воздействия, поэтому движения такие именно широкие. То есть вы нажимаете, например, на поджелудочный, ой, на желчный пузырь, да? Он взял так и упал в сторону. Не хочется вашего воздействия, да? Ну, тут немножко такая источечка, да? Не больно? Ну, есть немножко. Это узелок, чтобы этот желчный пузырь проток имеет, да? И этот, и поджелудочный желчный пузырь проток, вот, наверное, тут высекаются, там пришло узелок. Он сейчас пройдет. Есть такая методика, да? Вот я просто показываю из будущего, из будущих наших тренингов. То есть вот нашли вот это болезненное место, да? Больно? По-моему, оно растворилось. Вот, она, видите, уже растворяется. Хотя вот это все равно я чувствую жесткость. Вот есть? Вот, смотрите, как мы с ним работаем. Нашли вот это место, да? И теперь дышим. Дыши животом. Подбеждаем вашу клиенту медленно. Дыши животом, вдох и выдох. Я давлю глубже, и вот я чувствую, что она растворилась, да? Вот это болевое место растворилось, да? Вот здесь уже точно есть. Дальше можно также нащупать где-то ноги. Нужна особо чувствительность пальцев. Понимаете, вот я даже специально взгляду в ту же сторону. Я могу с закрытыми глазами работать. Потому что вы не угадаете осознанно, даже зная, где отполосно нужно. Но вы не можете их в кое-каке-каке, если нет небольшого места. Да? Больно? Нет. Нет? Значит, течнем дольше. Дальше, какому-то здорово, в принципе. Вот я ищу. Что-то думал, нормально тут. О-о-о, смотрите, какие процессы пошли на животе. Вот видите, подреберье продавили. Селезенка там находится. И мягко отпустили. То есть приемов-то много, да? Мы их все сейчас не изучим. Есть такие приемы, когда мы вибрацию запускаем в наши внутренние органы. Вот. Сначала, ну так же, по циркулируем, по мере включения внутренних органов и опять же по часовой стрелке. Сначала печень. Вместе с желчным пузырем. Далее, поджелудочную железу. Потом желудок. Селезенка. Подреберье. Потом почки нащипываем. Примерно 5 см живота вот здесь. Но они находятся там в глубине, практически со спины, да? Поэтому мы импульс вот вертикально. Вот. На то место, где уже будет такое уплотнение. Ничего не больно? Вот. И туда дадим импульс внутрь. На каждый вот этот орган, ну, примерно 10 секунд уходит, да? Переходим мягко, не отрывая руки к другой стороне. Также туда внедряемся к усилям этих органов. То же самое, когда вы делаете, ну, вы можете применять в качестве массажа, самом массажа живота для себя сами. Так. Вот здесь мы лежим. Опять же, видите, я не на косточку встал, да? А подни и как бы ткань туда внутрь загнал. Чтобы было менее болезненно, да? Пролюбировали. Света пролюбировали. Желтой мочевой кузырь. Довили, пролюбировали. Честно говоря, у мужчин так можно вот тут через мочевой кузырь дойти и даже до представительной железы. Так глубже, глубже и так вот под небольшим углом вот туда вот так вот его промассировать. У женщин можно промассировать яичники, они примерно тут находятся. Энергетику загнули, вот тут матка, да? Вот эту матку нужно. Ну, не обязательно прям ее мять, да? Просто вот туда энергетику, посылайте энергетику. И заканчиваем весь массаж тем, что мягко вибрационно поглаживаем, поглаживаем. Массаж в целях похудения делается совсем по-другому. Вот у нас сейчас такой профилактический массаж и лысого кишечного тракта. Мы по-быстрому все прошли, да? Загрузили кишечник, настроили его как часы. Тихонечко добавляем вибрацию, расслабляем человека. Тут я тоже, видите, я не жму на грудину, а грудечко противоспальник покачиваю. То есть вот тут я покачиваю, да, лягонечко, а здесь оставляю такое вращательное движение, отпускаю руку, настраиваю вихрь такой энергетический. И, ну, можно уйти дальше в энергетические практики, да? Иногда мне говорят, что я вот шел, освободился, а люди продолжают лежать на столе и думают, что я все равно воздействую руками. Ты вообще почувствовал такую энергетику? Вот, а они говорят, ой, а у меня там вихрь какой-то остался, в общем, кто-то есть, чакры чуть-чуть начинают работать. Ну, это опять же другая совершенно тема вне нашего мануального массажа. Вот этого достаточно для того, чтобы завершить некоторую программу нашу массажную, да? Успокоить человека, положить, накрыть и показать, чтобы он приходил потихонечку в себя, расслаблялся и мог вставать. Вот еще один финал нашего комплекса массажа, комплексного массажа всего-села человека. В следующем видеоролике я расскажу еще кое-что. Продолжение следует...